Добрый московский вечер, мои дорогие женщины! Я уверена, что сегодня собрались около голубых экранов в основном женщины. Бои гости, мои дорогие друзья! Очень рада вас всех вновь видеть. Ну, как бы... Я же рассказываю, да, что потом я пересматриваю эфир обычно на следующий день. И, в общем-то, смотрю все, кто что писал. Если я там не успела чьи-то вопросы, посмотрите еще что-то вперед. Очень часто я пересматриваю эфир на следующий день и получается, что, в общем-то, я вас вижу. Вот. Ну, сейчас у нас за кадром, как всегда, сидит оператор, который бдит за вашими вопросами. И снимает все на профессиональную камеру. И завтра, послезавтра, в течение двух-трех дней, обычно я все свои эфиры выкладываю на свой YouTube-канал, который называется очень просто, Дарья Улановская. Там вы можете все эфиры мои пересмотреть. Это к вопросу сохраните, 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 пожалуйста, да. Сейчас я буду рассказывать про огромное количество всяких средств, баночек, примочек и премудростей. Вот. И если кто-то что-то не успел записать или сфотографировать, не волнуйтесь, через 2-3 дня эфир выйдет на YouTube-канал, и вы сможете все еще раз пересмотреть столько, сколько вы хотите. И еще раз посмотреть все мои секретики. Вот. Итак, что у нас сегодня долгожданный эфир. Очень многие просили его сделать. И периодически мне там заказывают и спрашивают. Заказывают эти эфиры про красоту и про уход за собой. Вот. Ну, честно вам скажу, во-первых, этот эфир уже был. Так же, как и эфир счастья тоже был. Вот. И там я уже тоже вам рассказывала про уход за собой, за лицом, за телом. Вот. Ну, раз вы так хотите, то давайте сделаем еще раз. Может быть, тут вы увидите для себя что-то новенькое. Я за это время уже, может быть, подчеркнула. Итак. Бьюти-хуюти. Начинается. Я, естественно, с напитком богов и боги. Бэйвис. Это прям оргазм. Я не знаю, там в камеру видно количество баночек, которые я притащила или нет. Нет, не видно? У меня вот рядом стол. Он весь заставлен банками. Я вам буду сейчас все показывать. Вот даже одна баночка здесь рядом валяется. Итак. Начнем бьюти-хуюти. Значит, что самое главное? Женщины в уходе за собой. Начнем с лица. Да, наверное, это самая интересная, самая такая долгая тема. Потом расскажу про волосы. Ну, и по ходу дела уже и про тело будет. Да, у нас там. Итак, в уходе за лицом, что самое важное? И почему я вообще так смело взялась об этом вам рассказывать и буду вам так все демонстрировать и заявлять? Потому что у меня охуительная кожа. Я это знаю. Вот. И не важно, в каком бы я возрасте находилась. У меня всегда очень хорошая кожа, очень хорошее лицо. И я не крашусь. Я хожу без косметики. Почему? Во-первых, потому что косметика очень старая. Действительно, особенно тональный. Тональный крем, он очень сильно визуально подчеркивает ваши морщины. Морщины есть у всех, мимические. Вот, в каком бы возрасте вы ни были, если вы кладете на себя тональный крем, тональник сразу же их углубляет и увеличивает. Как и выпуклости, так и вмятины. Вы кладете тональный, и он делает это все более объемным, а соответственно и более заметно. Поэтому я тональным кремом не пользуюсь вообще. Только если какие-то съемки, да, где там будут софиты и какие-то серьезные камеры, когда там просто тебя просвечивают насквозь, там действительно нужен специальный макияж. И даже на такие какие-то мероприятия я стараюсь очень-очень мало. Вообще обойтись без тональника, желательно вообще просто пудрой. Потому что с хорошей пудрой можно тоже хорошо выглядеть в камерах и на фотоаппарате, там когда у тебя какие-то мероприятия, ты знаешь, что будет съемка. Вот. Можно не перегружать лицо и отделаться просто пудрой. Просто подберите хорошую пудру. Хорошие, кстати, декоративные косметики. Мы тоже сегодня поговорим. Я скажу, какая хорошая, чем я пользуюсь. Итак, вот сейчас я перед вами сижу абсолютно не накрашенная. Я специально сегодня не красилась в эфир. Вот. Пришла к вам с чистой кожей, с не накрашенными ресницами, с не накрашенными бровями, губами. Вот. Вы видите, я все трогаю, глажу. У меня все абсолютно вот не накрашенное и свое. Брови у меня тоже свои, не татуированные. Про татуаж тоже сегодня поговорим. Итак, самое главное, самое крутое вообще, зачем должна ухаживать женщина и чем она должна гордиться, это своя кожа на лице. Потому что ваша кожа, это вот первое, ваше лицо первое, на что обращать внимание люди, все люди, да. Вот. Поэтому очень важно кожу уберечь и оставить ее хорошей до максимально предельного возраста, насколько это возможно. Что мы делаем с кожей? Мы ее все время увлажняем, потому что сухая кожа, она быстрее старится и очень быстро дает заметные морщины. Поэтому кожа должна быть все время хорошо увлажнена. Я уже давно изобрела эту фразу и периодически ее употребляю и всем говорю, лучше блестеть, как масляный блин, понимаете. Лучше протереться лишний раз салфеточкой или там как-то руками, да, быстренько жир снять. Туалетной бумажечкой там в туалете. Чем быть сухой. Потому что сухая кожа, она тонкая, она стончается, она прозрачная, как правило. И она дает сразу очень заметные морщины. Поэтому самое важное, почему вот красиво выглядишь ты, свежий, здоровый и такой сияющий, как наливное яблочко. Потому что кожа увлажнена. Поэтому самое главное, вы запомните для себя, какими средствами вы это будете делать. Это уже вам по ходу дела жизнь подскажет, да, и вы как-то приспособитесь и разберетесь. Совсем не обязательно пользоваться именно тем, что я вам скажу. Потом это может вам и не подойти, да. То есть то, что я вам сегодня покажу, расскажу, это не аксиома, это не постулат. А вот то, что действительно постулат и аксиома, это то, что кожа должна быть всегда увлажнена. Это самое, блядь, главное. Вот это мой секрет номер один. Кожа должна быть всегда увлажненная. Хоть чем, блядь, вы ее хоть подсолнечным маслом. Но она должна быть всегда увлажненная. Это обязательно. Из-за этого кожа выглядит молодой, свежей, неуставшей, здоровой и сияющей, когда она увлажнена. Что для этого очень важно? Не делать. Я думаю, многие уже догадались. Очень важно не загорать на солнце. Очень важно кожу не шпарить. Сейчас многие пришли в ужас, как же не загорать на солнце, ведь загар это так сексуально, красиво и как вообще я могу без солнца? Я тоже очень люблю солнце и не представляю себе своей жизни без него и без загара. И очень люблю загар, он действительно мне очень идет. Поэтому я не говорю вообще не загорать и исключить солнце. Нет, конечно. Хотя с возрастом надо ограничивать свое пребывание на солнце. Потому что с возрастом появляется все больше и больше пигментных пятен, всяких родинок, всякие образования растут на активном солнце, нехорошие и хорошие. А зачем они растут, собственно, хорошие и нехорошие? Зачем они вам на лице, на коже? Поэтому с возрастом все больше и больше вырастает пигментных пятен, веснушек, превращающихся в какие-то большие пятна, собравшиеся на тусовку огромные, кололиция веснушечная. Поэтому меньше бывает на солнце, ограничивается пребывание на солнце. И уж точно нельзя находиться на солнце с 12 до 4. Ну или там с пол первого, с часу до 4. В каждой стране там пребывание, в зависимости от того, где вы. Чем ближе к экватору, тем этот диапазон расширяется с 12 до 4. Чем дальше от экватора, тем он сужается с часу до 3, допустим. В зависимости от того, какой это месяц. Январское солнце или августовское солнце. Это уже там вы должны сами понимать. Ну, в общем, вот этот вот момент дневной, когда солнце в зените, находиться на солнце категорически нельзя. Я уже не говорю о красоте и там о каких-то пятнах, да. Это уже просто говорим о безопасности. Потому что солнце действительно в зените очень активное, радиоактивное. Вот. И это действительно нехорошо. Нехорошо для груди, для женской. Нехорошо даже просто для кожи, всего тела, да. Много историй таких, в общем-то, не понаслышке. Даже вот мама моей достаточно близкой подруги вот так вот лежала голой грудью на экваторском солнце и загорала постоянно, и, в общем-то, рак груди. Я не могу вам точно сказать, схватила она его из-за солнца и того загара, или это были другие причины, я не знаю. Ну, факт остается фактом. На таком солнце не надо загорать. Днем. Я никогда не загорала, даже когда мне было там 20-18, я всегда днем уходила в тенек под солнце, я не знаю, в кафе или еще что-то. Пересидите там лишние три часика, побудьте где-то. Не находитесь в этот момент на солнце, это действительно нехорошо. Потом. Когда вы находитесь на солнце, обязательно мажьтесь. У меня куча с собой кремов всегда для солнца. Для лица один спектр, для жопы другой, для ног третий. Есть какая-то штука, которая делает загар красивее. Есть что-то, что защищает именно от пигментных пятен. У меня 98 разных мазилок, но можно не сходить так с ума. Можно просто купить одну для тела и одну для лица. Для лица у меня всегда полтинник. Когда это солнце легкое, европейское, допустим, апрель, и там март, и оно действительно холодное, и еще и не шпарит, и не опасное, то 25, да, можно на лицо наносить. Не обязательно 50. Но когда это хорошее солнце, майамское, дубайское, или там балийское, да, то есть полтинник это вот must have, это прям вот обязательно, и ни капельки не меньше. Вот, кстати, очень хороший полтинник. Я вам принесла показать, недавно для себя открыла. La Roche-Pasie, все его знают, да, это аптекарская такая фирма, больше лечебная, да, нежели там какая-то декоративная. Вот. Цикопласт называется. Цикопласт, у нее защита 50 SPF. Она очень нежная текстура, она рассчитана на заживление, если есть какие-то раны, ожоги, сухости, трещины или там кожа очень там чувствительная, или с розоцей, да, или там по краснению склонная, тонкая. Вот у меня тонкая кожа очень, и очень-очень нежная. Поэтому вот у кого кожа тонкая, нежная, и очень быстро краснеет, вот это супер вещь. Она, во-первых, лечит, во-вторых, ухаживает, заживляет, вот, и защита полтинник. Это очень круто. Здесь вот много факторов в одном тюбике. Конечно, много хороших кремов от загара есть с такой защитой и других фирм. То есть можно, конечно, взять и Ланкастер, можно взять и там очень хорошие Сенсей, очень хорошая линейка Сенсей. Японская, я ими тоже раньше пользовалась. Но вот Ля Рош Пази, поскольку она еще и лечебная, и я ее сейчас попробовала, я вам ответственно заявляю, очень крутая вещь, особенно для лица, особенно для загара, вот, потому что она еще и именно лечит, и ухаживает кожу, склонную к покраснениям, или если у вас какие-то там бяки, вот это все лечит. В ней защита полтинник. По поводу защиты, которая овер 50 идет, да, типа там 60, 80, 110, вот у меня есть крем 110 от веснушек, потому что я вся веснушечная. Это все хуйня, мне объяснили умные доктора. Вот что и все развод, это маркетинговый ход, ничего больше 50 не бывает, хоть вам там 100, хоть вам 200 напишут, 50 на самом деле максимальная защита, которую дает нам сейчас производство кремов, поэтому не ведитесь, 50 это more than enough, да, то есть больше вы ничего не будете. Про защиту, да, я вам объяснила, обязательно защищаться, обязательно полтинником, ну минимум 30 или 25, когда это не сильно палевное солнце, вот, и тело, ну хотя бы 30, если это сильное солнце, то обязательно я всегда мажу тело 30. Опять же, если солнце холодное, и там вы не на экваторе, можно и там 20, и 15, да, вот на закате, там когда солнце уже забегает, за горизонт уже такое прохладное, тогда можно вообще там наоборот бронзатором, да, каким-то помазаться, чтобы прилип загар. Очень хороший бронзатор, я его, кстати, забыла вытащить, масло, Биологик, очень много у нас сегодня будет про Биологик, потому что это просто, ну, лучшая фирма кремов на планете, ну, просто, блядь, лучшая, Биологик, Биологик, Решерч, все его знают, давайте я покажу тем, кто не знает, как это выглядит, например, вот на такой банке, на большой будет видно, у них всегда синенькая такая полосочка, на белом лейбне, тут какая-то овсяночка нарисована, веточки, вот символизирующие натуральность этой косметики, и сверху написано Биологик Решерч, это французская фирма, она действительно очень натуральная, и это можно определить по запаху ее, она пахнет всяческими натуральными там, вытяжками, там, овсом, или какой-то полынью, или какими-то травами, иногда не очень приятной, иногда какой-то рыбой, то есть действительно косметика натуральна, у нее достаточно небольшой срок хранения, там, года два максимум, вот, и что действительно говорит о ее настоящей натуральности, вот, потому что, например, раньше, до того, как я открыла эту косметику, для себя, кстати, Мадонна сидит на этой косметике, сидела, по крайней мере, точно, вот, до того, как я открыла эту косметику для себя, я мазалась очень крутой фирмой, блять, уже даже вылетело все из головы, ну, эти швейцарские, вот эти марки, все крутые, господи, ну, как-то, я все забыла, я забыла, потому что я очень давно ее уже не пользовалась, в общем, все эти очень крутые швейцарские марки, и одна мне ужасно нравилась, дорогушая, как не знаю что, ой, сейчас, вот прям как вылетело из головы, все же их знают, Вальмонт, Вальмонт, я подсказываю, спасибо, Вальмонт, а Лапрелли, вот, Лапрелли, но она очень тяжелая для меня, она мне просто даже не подошла, она тоже у меня была, Вальмонт, она легкая, Вальмонт, очень вкусно пахнет ландышами, я ее обожала, и я вот прям ее закупала себе, она там стоила каких-то космических денег, вся эта косметика, по сравнению с биологиком, она сильно дороже, вот, и что же, когда я перешла с Вальмонта на эту косметику, на биологик, и через 5 лет обнаружила, что у меня есть там еще банка, тоника и кремчика, вальмонтовского, я открыла, посмотрела, понюхала, а оно как вот было первозданным запахом и консистенцией, так и осталось, может быть даже 7 лет этим банком было, ну какая косметика простоит 5-7 лет натуральная, вообще вот не изменившись, ни текстуру, ни цвет, ни запах, представляете, сколько там химии, ну просто, вот, и еще, ц, 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 цел космет, вот, цел космет у меня тоже был, тоже швейцарская дорогая марка, вот, у меня был тоник и активатор, гель, такая маска, я ее очень классно, я ее клала после солнца, тоже не поменяла ни запаха, ни консистенции, ничего, тоже простояла очень долго, много-много лет, вот, в общем, я их всех выкинула, потому что я поняла, что это ужасная химия, по сравнению с биологиком, биологик портится через 2-3 года, вот, он именит запах натуральный, даже вот оператор называет один, одну, там, штучку, я сегодня о ней буду много рассказывать, очень сильно увлажняет лицо, она воняет вытяжкой из жоп русалок, представляете, вытяжка из жоп русалок, вот так вот она воняет, ну, давайте уж раз я ее взяла, в руки давайте я про нее расскажу, перешли мы с вами уже от защиты солнечной, вы поняли, что защищать кожу надо очень, очень, очень беречь, вот, вышли из воды, опять намазались, я постоянно мажусь, 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 поэтому у меня очень хорошая всегда напитанная кожа, и я ее не палю на солнце, я все время защищаюсь от солнца, потому что я действительно люблю загорать, и я все время загораю, когда я на каких-то курортах, то есть, я люблю загорать, но я применяю все возможные защиты, которые вот должны быть соблюдены, и тогда у меня остается хорошая кожа, при этом хороший загар. Итак, как мы увлажняем лицо? Для людей, у которых очень сухая кожа, или кожа склонна к сухости, вот это средство номер один. Раньше я своих секретов таких не выдавала, выдавала их только за какие-то там пожертвования в мой приют бездомным животным, но сегодня, раз мы уже сделали с вами такой эфир, все расскажу. Называется она Serum TVL, буковка T английская, E английская, W английская, и L, TVL, да, вот так можно прочитать, но это все через точку пишется, то есть это сокращенные слова, T, E, V, L, английскими буквами, трансэпидермальная, water, лэ-лэ-лэ, как буква лэ расшифровывается, забыла. В общем, сами понимаете, да, трансэпидермальная, а, waterless, потеря воды, вот как это расшифровывается. Это такая штука, это как масло жирное, да, у кого нету возможности на такую косметику, да, потратиться, можно мазаться оливковым маслом, почему оливковым, потому что оно очень подходит консистенции к составу кожи, к pH, к человеческому. Я когда была беременная, чтобы там растяжки, и грудь, там, чтобы все это не потрескалось, я вся умасливалась каждый день оливковым маслом, заворачивалась в пленку целлофановую, и час сидела в пленке, чтобы напитаться оливковым маслом. Оно очень напитывает и подходит. Вот, ну, если вы можете себе позволить эту косметику, она средней дороговизны. Нельзя сказать, что каких-то там сумасшедших денег, как целкосмет или вальмон, спасибо за подсказку, или там лапрери, вот, ну, и данный тебе не имеет ничего на жирочку в России, Russian, производишем. Вот, поэтому, смотрите сами, если нет возможности на такую косметику потратиться, есть, конечно, все можно чем-то заменить. Вот это ТВЛ, да, вот такая вот баночка, это как масло, воняет адский рыбой, вот, на русский перевод она называется масло норки, масло норки, почему норки, хуй знает. Вот, значит, она очень круто увлажняет кожу, очень, буквально там несколько капель на ночь, или даже вот с утра под крем, под любой, и у вас будет супер увлажненная кожа, особенно зимой, особенно в условиях Москвы, отопления батарей, я без этой сыворотки в Москве вообще не живу. Вот я сейчас каждый день с утра под крем ее наношу даже не на ночь, а с утра, потому что, ну, у меня сохнет кожа в условиях Москвы, несмотря на то, что уже не зима, и батарея отключена, но все равно сухо. Вот это вот масло норки очень меня спасает под любой крем. Можно на ночь, можно с утра, можно и на ночь, и с утра. Это очень крутая тема, это очень крутое масло, запоминайте. Масло тоже надо выбирать очень осторожно, потому что некоторые масла могут сушить кожу, некоторые масла могут элементарно вызывать аллергии. Например, персиковое масло, да, масло персиковой косточки, оно очень классно увлажняет, очень многим подходит персиковое масло. Мне нет. У меня на него раздражение. Потом, значит, мы сейчас говорим про увлажнение кожи. Мне масло необходимо. У кого кожа комбинированная или жирная, конечно, никакие масла не нужны. Вам уже повезло, вас уже Бог наградил собственным маслом, собственной смазкой. Кстати, люди, которые полноваты, склонны к полноте, у которых кожа жирная, неважно, даже если вы не полноваты, кожа, просто жирное сало выделяется хорошо. Позже стареют, у них позже старится кожа, позже появляются морщины. Почему? Потому что все время вырабатывается сало, и кожа все время увлажнена. И это здорово. Просто надо подобрать такие средства, чтобы держать в балансе pH и держать в балансе свой сало. Свой жир, свой сало. Протираться специальными тониками. Сейчас про тоники тоже расскажу. Потом вы наносите крем с утра, да. Обязательно после увлажнения каким-то либо маслечком наносите крем. Крема тоже надо подбирать соответственно своему типу кожи. Я очень люблю Биологик, вот это вот Эмульсия Редженеранте Ориджинелле. Хо-хо! Эмульсия Ориджинелле Редженеранте. Вот. На итальянский манер я вам сейчас прочитала, хотя это французская косметика. Она достаточно легкая. Она очень хороша на морях. Мне. Человеку не сухой... У меня сухая кожа. Не с сухой кожей, да, это будет в любом месте и в Москве хорошо. Но вот мне она подходит только на морях, потому что она достаточно легкая. Но она очень круто увлажняет. Она очень хорошо увлажняет. То есть нормального человека, не склонного к сухости, вот это вполне устроит. Баночка, она, ну, обалденная. Она пахнет классно свежескошенной травой и землей такой. Очень классная. Вот. Но поскольку мне этого недостаточно, я вот под нее всегда мажу это масло. Это что касается утра. Обязательно с утра и на ночь надо мазаться тоником. У Биологика есть куча разных лосьонов, тоников. Ну, не куча, их там, по-моему, шесть штук. С W и с обычной V, Виктори, как V. Вот когда вы видите буковку V, там P50, они все называются P50. Они очень хороши для PH баланса и от прыщей. От прыщей это просто бомба, это number one. Любая сыпь, сильная сыпь, угревая акне, неважно, или чуть-чуть, как мелкие проблемы, или просто вы хотите поддержать кожу там, когда на жаре, чтобы она там не потела. Вот это суперсредство. Это must have. Если вы видите буковку V, не W, а обычную V, Виктори, это значит, что там находится фенол. Насколько я знаю, в Москве запретили косметику с фенолом, ввоз этих лосьонов с фенолом. Вот, поэтому надо покупать за границей с буковкой V. Что такое фенол? Это кислота, которая обрабатывает фрукты, те же самые яблоки, да, которые далеко вот транспортируют, допустим, сюда же в нашу жирашу. Вот, и они долго сохраняют очень хороший вид внешний. Почему? Потому что они обработаны фенолом. То же самое и ваша кожа на лице будет выглядеть наливным яблочком, если вы изо дня в день протираетесь тоником с фенолом. Вот, он здесь в очень малых дозах, он не вредит и наоборот только улучшает PH, устраняет прыщи, устраняет серый цвет лица, загрязнения, которые в мегаполисе неизбежны. Вот, и поддерживает вашу кожу действительно наливной, упругой и светящейся, как фрукты, которые везут сюда на импорт. Вот такой вот маленький секретик, да. Вот, ну кому-то может не подойти с буковкой В, с фенолом он действительно так подщипывает и может быть даже, может, какое-то краснение, еще что-то вызывать. Тогда вам нужно выбрать такой же лосьон П-50, они все называются П-50, с W. В, W, это для чувствительной кожи, к аллергичной, там, кожи, это относится к сразации, склонной к каким-то там резким выпадам, да. Вот если у вас кожа неспокойная, тогда не берите фенол, он вам не подойдет, вы не сможете им пользоваться. Берите с W, она более адаптирована для нежной чувствительной кожи. Это мастхэп. Крема. Крема для лица. Я вот сейчас взяла... Надо было еще один крем взять. Я вот сейчас взяла крем... Можешь принести там крем еще из ванны, пожалуйста? Бисквит. Ну вот, которым я люблю попользоваться. Такой, в такой же банке. Виджедерм, что ли, или GS66, неважно, любой. А я вам сейчас расскажу, ну просто для сравнения покажу, да, это абсолютно одинаковые банки. У них много разных кремов. Сейчас расскажу про свою там парочку любимых, но честно вам скажу. Какой бы крем Биологик дневной, да, ну такой, из простых, из просто вот ежедневных, кэжиных, вы бы не выбрали, он будет классный. Вот любой. Не заморачивайтесь. Вот этот крем, а, Виджедерм, да, я вспомнила. Крем Виджедерм. Есть GS66 или там 99. Есть какой-то еще дрожжевой. Они в основном все основаны на дрожжах, просто с разными там добавками. Любой крем, какой бы вы не выбрали из недорогих, простых, биологиковских кремов, потому что у них есть сильно замороченные крема, там, для старой кожи, какие-то крутые, и в отдельных, там, каких-то сумасшедших банках, они действительно очень дорого стоят, там, по 37, по 40 тысяч рублей. Вот из таких простых ходовых кремов, которые стоят, там, примерно, плюс-минус, там, 4 тысячи рублей. Есть там за 3 500, есть за 4 500. Вот плюс-минус в такой позиции, какой бы крем вы не выбрали, он будет ахуенным. Не заморачивайтесь, а такое или сякое, там, а это будет то делать, а этот, а этот. Это тоже маркетинговый ход, чтобы больше народу покупало, чтобы было разнообразие, люди любят разнообразие. Любой крем возьмите. Самый дешевый у них есть на дрожжах, по-моему, кстати, это и есть Vigiderm, один из самых недорогих, или GS99, не буду врать, какой-то из достаточно недорогих, он самый недорогой. Вот его возьмите, и он будет крут. Вот я им мажу лицо, и проблем никаких не знаю. Он очень классный, кстати, сильнее даже увлажняет, чем вот эта моя эмульсия регенеранта, под которую мне приходится класс норковое масло, которое воняет вытяжкой из жоп русалок. Мя-хап-хап! Вот. Это must-have. Это любая женщина, неважно, какой у нее достаток, должна обязательно себе позволить и приобрести баночку крема, там, в районе 3 500-4 000 рублей, и тоник. Ну, он примерно так же стоит, подберите себе, да, для более чувствительной кожи, или для, там, сухой, или, там, жирной кожи. Есть, кстати, такой же тоник из серии, для кожи склонной к пигментации. Вот у меня есть крем, на нем написано PIGM 400. Это для пигментационной кожи, у них есть целая серия для рук, и тоник PIGM 400, вот такой же, только PIGM на нем написано. И крема с маркировкой PIGM. Если у вас кожа склонная к пигментации, возьмите себе тоник для пигментации. Действительно, эта линейка очень хорошо убирает пигментацию, выравнивает цвет кожи, делает ее белее, чище, действительно, очищает от пятен, и даже веснушек, я пробовала на себе, потому что я веснушечка-то я. Вот, и это действительно работает, у них хорошие там средства. Так вот, девочки, если вы не... Сейчас всем скажут, а, блядь, это такая косметика, она такая для богатых. Я считаю, что каждая уважающая себя женщина должна позволить и накопить, блядь, себе 3-4 тысячи рублей, и раз в 3-4 месяца купить себе эту банку крема. А этого только вообще хватает на год. Понимаете? Вот вы, блядь, должны себя любить настолько и уважать, что потратить 3-4 тысячи рублей раз в полгода на себя. Понимаете? И не смогу я вам сказать, какой аналог хорошей, недорогой российской косметики сможет заменить биологик Ришерс. Ришерс. Нет такой косметики. Нету. Зато должна быть такая любовь к себе, должна присутствовать, что, блядь, вы сможете найти себе 3-4 тысячи рублей и приобрести крем и тоник. Это must have, это минималка, вот, которая должна быть, и у вас кожа. Но вы увидите за неделю, как она поменяется, если вы будете пользоваться вот этим. Все остальные предлога, которые я рассказываю, это уже, действительно, если там возможность разгуляться есть, да, тогда есть смысл. Но вот must have, это must have. Его себе может позволить каждая. Баночка крема и бутылочка тоника. Дальше, девочки. Очень крутая маска, тоже биологик, маска верни. Верни, деньги. Она не из дешевых, достаточно дорогая, ну, там, может, там, не знаю, тысяч 6 рублей, не знаю, 100 долларов, 100 евро, как-то так. Вот, маска крем верни. Она сделана такой консистенцией, как с маской первородная младенцев. Представляете, вот такая вот, да, сравнение такое у нее. Я ее наношу всегда на ночь, потому что она просто супер увлажняет кожу и разглаживает морщины. А от нее за несколько дней вы увидите, как кожа просто поменялась. Каждый день на ночь вы мажете эту маску. Ее не надо смывать, она вообще как крем идет. Вот, утром просыпаетесь, и у вас, ну, суперская кожа. Что еще я делаю для лица такого волшебного, да? Вот я вам про увлажнение рассказала. Волшебная маска на ночь, маска верни, действительно очень круто работает. Тоник я вам рассказала, must have. И увлажнение обязательно должно работать, да? Если у вас нету возможности купить себе масло норки, подберите себе масло, блядь, в аптеке за 3 рубля персиковое, да, или там оливковое, или из авокадо масло тоже очень хорошо. Жожоба очень хорошо увлажняет. Вот. Значит, есть там уже вот такие вот маленькие разные эликсирчики, серумы комплексы, комплексы рояли здесь написано. Их много разных. От отеков, от темных кругов, для курильщиков, для сосудов. Подберите то, что вам подходит, да? Вот эти вот разные всякие штучки есть в биологике. Честно скажу, какую бы вы ни взяли, любая будет хорошо. Ну вот любая. Вот любые капельки себе вот эти вот покапайте, потом сверху крем тоже любой. Вот. Перед этим вы все это смазали тоником, и все, заебись, у вас кожа за неделю поменяется. Это чумовая косметика. Это мой самый большой секрет. Это косметика биологик. И еще один секрет. Я вам скажу. Нет такого, что ты пришла пьяная, блядь, и не можешь смыть косметику. Нет. На автопилоте, на любом, что бы с тобой ни происходило, идешь и смываешь косметику. Обязательно на ночь всегда умывать лицо. Обязательно. Кто с пенкой, кто с молочком биологик, кто с молочком горенье Париж, не важно, кто просто с мылом хозяйственным. На ночь лицо должно быть очищено и намазано кремом. Хотя бы на автопилоте, вот как угодно. Но вы должны это на ночь сделать, что бы с вами ни происходило. Тогда вы ложитесь на ночь с почищенной, умытой кожей и намазанной кремом. И кожа вам будет очень благодарна, поверьте мне, на следующий день. И вы будете просто с другой кожей ходить. Вот это мой секрет. Я всегда ухаживаю за кожей с утра и на ночь, что бы со мной ни происходило. Так, ну что, про лицо я вам, в принципе, все самое главное рассказала. Есть очень крутая, тоже сером. Это все вот из этих серий. Они есть вот такого объема, есть вот такого. Любой себе приобретитель. Я люблю вот из таких немножечко подороже. Сером Гран Мелизм. Еще у них есть такая золотая банка, комплекс рояль. Он тоже очень крутой, но это еще дороже. Ну это там девчонкам, да, кто может себе это позволить. Вот имейте в виду, вот комплекс рояль и еще золотая такая банка, забыла, как называется. А, так она рояль и называется, а это Мелизм синенький. Вот это очень тоже крутая тема, очень хорошо ухаживает за лицом под клетку. Маска. Маска ВИПО-2. У них много разных масок. Ну, блядь, ВИПО-2, она самая охуенная. Так, про лицо рассказала. Вот такой вот у меня секрет. И обязательно надо делать скрабчик периодически, потому что омертвевшие клетки это тоже сухость и тоже морщины и тоже неухоженность, когда кожа где-то облезает. Это все очень неприятно, некрасиво смотрится со стороны. Поэтому раз в месяц делаем скраб. Честно вам скажу, у меня никакого волшебного скраба нету. Я беру кофе, самый обычный, из своей кофемашины, таблетку раскрываю и этим кофем нахуяриваю себе. Это очень круто, потому что кофе мелкий, кофе, масло кофе, оно еще дает коричневатый такой оттенок. Если вы вечером куда-то идете, у вас будет кожа такого немножечко здорового, загорелого цвета, если вы кофем поскрабились. Ну и после кофе кожа просто волшебная, бархатная. Поэтому раз в месяц обязательно скраб. Вот, собственно, вот так вот я ухожу за своим лицом. Это основа основ, это самое главное. Давайте расскажу про волосы, потому что волосы это очень часто задаваемый вопрос. Опять же таки, начнем с солнца. Я не полю свои волосы на солнце. Я хожу всегда в какой-нибудь панаме, волосы у меня в пучке и концы спрятаны внутрь. Значит, есть там всякие вуали разные, керостазы, там что угодно, да, и тот же биологик. Вот, но, честно говоря, у меня дырек просто не доходит на пляже руки. Я ничем не поливаю, хотя надо бы. Вот, ну, завязываю пучок, ношу панаму и не полю свои волосы. После соленой воды, когда я выхожу, я всегда сразу одеваю панаму, или платочек завязываю. Вот, волосы я мою тоже биологиком. Вот у меня есть шампунь и маска биологик, капилляры какой-то там, и шампунь Бипо 2. Есть такой же капилляр шампунь и капилляра маска. Очень классные шампуни, очень классные. Кто не может себе позволить биологик? Есть очень классная тому замена. Мароккия Нойл. Все знают эту фирму, она достаточно недорогая. Вот, сейчас, кстати, я моюсь ими. У меня вот второй комплект стоит именно вот этой марки шампуни. Сразу себе такие литрухи покупаю и моешься ими. Шикарные волосы, как вы видите, от Мароккия Нойл. Очень классные. Есть для кудрявых, есть объем. Я беру для объема. Очень классные. И у Мароккия Нойл есть само, собственно, ойл, само масло. Вот концы я мажу этим маслом всегда, обязательно. У меня тонкие волосы достаточно из-за того, что они кудрявые, они такие, ну, в общем, не плотные конские волосы у меня. Достаточно тонкие волосы, я за ними ухаживаю вот этим маслом. Когда у меня сильно выпадали волосы после кормления или там после еще каких-то стрессовых ситуаций, что я делала? Есть самая простая маска. Все гениальное просто. Перцовку покупаете в аптеке за 3 рубля и репейное масло. Смешиваете один к одному, взбалтываете и натираете корни головы. Очень хорошо натираете. Вот. А потом самим репейным маслом уже по всей длине. Замотали, шапку надели и в баню там раз в неделю, там раз в месяц. Можете по квартире с полотенцем в шапке, да, главное, чтобы тепло было. И это очень круто, помогает, очень у меня хорошо. Объем прибавился и волосы стали отрастать. Это классная маска. Она действительно действованная, такая народная, простая. Но, конечно же, есть очень крутая маска Biologic Research. Вот. Она так и называется, маска капилляра. Капилляра – это волосы. Вот. Она так и называется. Маска, она очень густая, она жирная. И после нее надо обязательно мыть шампунем. То есть вы на грязные волосы сначала только на корни наносите вот эту маску. Вот. А потом, походив с ней там в тепле, час-два, моетесь шампунем любыми. Можно Biologic, можно и ее, эту маску купить. Она очень круто восстанавливает волосы. И ее с любыми другими шампунями, хоть с советскими, хоть с Сибирикой. Кстати, Сибирика – очень хороший шампунь с кондиционером Облепиха серия. Вообще трехкопеечная. Она у меня тоже есть, забыла притащить. Облепиха серия Сибирика. Это наша косметика. Очень классная для волос тоже. Вот я пользуюсь. Ну, вот эту масочку можно комбинировать с чем угодно, хоть с бабушкой Агафьей. Я немножечко вам набрала. Не на корне, а только на концы, потому что она ужасно жирная. Вот. Только концы вы промазываете и ходите. И потом после нее смываетесь, как обычно, бальзам, как обычно. Для волос, вот я вам рассказала, это, собственно, и все. На самом деле все гениально просто, девочки. Надо не жечь на солнце ни лицо, ни тело, ни волосы. И просто регулярно делать маски для волос там раз в неделю, раз в месяц, да, в бане. Вот. И регулярно увлажнять кожу лица. Это утром и вечером. Обязательно очищение на ночь и утром и вечером обязательно увлажнение. Вот. И защита от солнца. Какая у меня еще здесь есть приблуда классная? Масло, ой, не масло, а крем для глаз. Тоже Биологик Решерч. Ну, подберите себе, может, в любом другом косметическом, да, в любой другой косметической линейке не обязательно Биологик Решерч, но просто он очень хороший. Ну, просто потому, что Биологик, он самый охуенный. Я вам ничего больше не могу сказать, просто потому, что Биологику реально замены нет. Это очень крутая марка. Вот. И там можно найти продукты относительно недорогие. Вот крем для глаз. он нормально там никаких сумасшедших денег стоит там тысяч четыре наверное тоже максимум. Вот. И я так под глаз периодически мажусь. Есть патчи у них какие-то, еще что-то, я всем этим не пользуюсь. Вот это вот основной набор, который я вам сейчас показала. Тело. Девчонки. Тело надо тоже обязательно скрабить хотя бы раз в месяц, да, вот вы идете в баню. Тем же кофем, потому что у нас на теле тоже есть омертвевшие, орговевшие клетки. И это тоже все мешает кожи дальше быть здоровой и выглядеть красиво. Поэтому все омертвевшие, старые клетки надо обязательно шкурить. Тем же самым кофем. У меня нет никакого волшебного скраба, хотя в биологике есть очень-очень хороший скраб для тела. Но я делаю кофе, самый простой. Вот. Раз в месяц хотя бы в банке. И тоже, опять же таки, чтобы кожа была красивой и выглядела охуенно, ее надо постоянно увлажнять, постоянно надо мазаться. У меня была одна подруга, которая вообще не мазалась кремом, зато загорала на солнце и у нее просто стали струбили после пребывания на солнце, прям кусками отваливаются куски кожи, вот такие, знаете, сухие, как у бабки старые. Вот. И я ее научила мазаться кремом и для нее это там, не знаю, сколько там было, 27 лет, для нее это было открытие, что, оказывается, постоянно мазаться кремом. Да, девочки, тело это такой же, такая же кожа, как и на лице и она тоже нуждается в постоянном уходе. Я каждый день мажусь кремом. Есть очень классный крем. Я лажаю! Конечно. Тоже регенеранте. Вот из этой же серии эмульсия регенеранте. Она тоже пахнет, они одинаково пахнут, но вот крем для тела сильнее, такой свежий, скошенным газоном таким и земляной, это бомба, она такая нежная, нежная, эта эмульсия и кожа от нее, девочки, вы когда помажетесь какое-то время биологиком, вы поймете какое-то качество, блядь, всего просто. И нанесение, вы когда намазываете, это кайф. И потом, когда вы свою кожу смотрите, вы ее просто не узнаете. Это кайф. Кто не может купить биологик-крем себе в видеорок? Всем очень рекомендую купить Хиллз. Он дешевле, он огромный, он литровый. Вот я с него не слезаю. И эмульсия регенеранты мне в Москве не подходит, потому что, еще раз повторюсь, у меня сухая кожа и мне ее недостаточно. На море, да, достаточно, в Москве нет. Хиллз. В любое время дня и ночи, хоть на море, хоть в Москве, он очень круто увлажняет. И руки я мажу все время Хиллзом. Вот помыла посуду, там приготовила, все время мажу с Хиллзом. Он очень круто увлажняет и очень круто ухаживает из-за кожи тела, из-за кожи рук. Хиллз для лица не рекомендую. Он очень тяжелый. Сколько я не пыталась к нему приделаться и придрочиться, не пошло. Вот Хиллз для лица у меня не пошло ничего. Для рук, для тела, да, для лица нет. И еще такая маленькая вам штучка, секретик. Я думаю, что из вас многие его знают, а многие и не знают. Для меня, например, это был сюрприз, я три года назад для себя открыла эту фирму Марио Бодеско. Марио Бодеско я покупаю в Америке. Подружка одна мне показала. Значит, это розовая болтушка. У него много чего есть. Я беру только болтушку от прыщей, потому что, когда где-то точечно что-то вылезает, вот это средство просто number one. Один раз вы себе на ночь сделали себе, там помазали пимпочки, утром встали, уже нет воспаления, а иногда даже и весь прыщ прошел. Вот, если глубинный, внутренний нары собрался, то за счет этого быстрее он соберется, буквально тоже там за день, за два уже он спадет и не будет у вас в красной горке вот этого красного бугра. Это волшебное средство, если у вас проблемная кожа, если сыпь, если много прыщей, мало прыщей, неважно. Марио Бодеско, вот эта вот розовая болтушечка для проблемной кожи, руки после бокса трясутся, для проблемной кожи у него очень много чего есть, посмотрите, там и тоники, и протиралки, и мицеллярки, все, можно его брать, это очень хорошая фирма для проблемной кожи, Марио Бодеско. Вот. Ну и что, в завершение ко всему, вот такой вот секретик, иридина! Ее знают тоже, я думаю, все, вот, ну мало ли кто не знает, капли иридина продаются в Италии, стоят то ли 5, то ли 7 евро, вот в Москве их только у скупщиков, можно купить в два раза дороже, ну в общем-то, если вы будете в Италии, зайдите в аптеку, я себе всегда закупаю, иридина делает нереально красивые глаза, белый белок просто выбеливает, если вы курите косячочки, если вы там где-то подбухнули, если вы на солнце, у меня голубые глаза, они у меня на солнце моментально отцеленной воды, и солнце краснеет, вот, и я вот перед Балхарбором всегда себе капаю, у меня ясные, красивые, всегда белые глаза, он прямо делает сексуальные такие белки, сексуальные белки, ну в общем, вы увидите, после капли иридина, глаза становятся невероятно красивыми, такой блеск прям, секс, ну вот основные секреты я вам рассказала, спрашивайте, может я что-то забыла вам сказать, какие есть вопросы, что я делаю. Девчонка пишет, захотелось ей уже пойти в посольство красоты, закупить все. Да, там очень дорого, конечно, цены в посольстве накрученные, вот, ну когда нету возможности где-то это купить, я тоже в посольстве покупаю, вот, например, вот это вот масло норки, масса вытяжка из жоп русалок, второе название его, потому что она воняет ад, вот, а я его и покупала в посольстве, ну, не было вариантов, там во Франции где-то купить, вот. Даша, как избавиться от растяжек? Никак, их надо не допускать, если они уже произошли, то только если вы их отрежете классическим путем, да, если они находятся в том месте, где их можно там удалить, вот, или уже никак, потому что все вот эти процедуры, шлифовки, что-то там вгоняют, какой-то витамин С туда, это все мертвому припарке, от растяжек пока что на планете не придумано ничего, их надо не допустить, поэтому я говорю, когда я была беременная, я мазалась вся оливковым маслом, грудь, живот, бедра, заворачивалась, и каждый день я сидела и напитывалась, но тоже ко мне это осознание пришло не сразу, я успела получить растяжки на груди, я прям во сне услышала, как трескается моя кожа, буквально там на третьем месяце беременности, грудь очень сильно наливается, и я ночью с одного бока повернулась вот так вот на спину во сне, и я, ну я чувствую, потому что грудь каменная, тяжелая, многие, да, беременные знают, ну в общем-то, когда менструация, тоже ощущение, грудь тяжелая, и я чувствую, она у меня так растекается в разные стороны, и там, кх-кх-кх, я прям почувствовала, услышала вот этот треск кожи, клянусь, и я утром встала, а у меня растяжки такие, первые такие, не самые большие, пошли, я была в ужасе, вот, их сейчас не особо видно, особенно когда загораешь, их вообще не видно, вот со временем оно действительно затирается и проходит, но чтобы не допустить сильных, заметных растяжек, девчонки беременные, начинайте с самого раннего срока мазаться оливковым маслом, заворачиваться в целлофан и сидеть по часу, по два, вот кино включайте, книжку берите и сидите, чтобы растяжки не допустить, а, ну еще в детстве у меня, там, когда я начала взрослеть, там, 18-17-18, 17-18 лет, 17-18-18, вот, на бедрах, ну чуть-чуть, было незаметно, я их только увидела, сразу начала мазаться всем увлажняющим, чем только можно, опять же таки, оливковым маслом, вот, надо сильно ухаживать за кожей, турбор у кожи должен быть хороший, для этого надо заниматься спортом, не жрать белый хлеб, есть поменьше сахара, не допускать целлюлит, и постоянно делать общий массаж, вот, девочки, еще, что я делаю с собой, раз в неделю, ну, сейчас поменьше, да, сейчас нет на это времени, и возможности, и за спортом, и занятости, и сейчас из-за карантина, да, ну, минимум раз в месяц, это, блядь, вот, обязательно, общий массаж тела у хорошего массажиста, обязательно, это и турбор кожи, это и лимфа, это и мышцы, кости, но это все, то есть без общего массажа, я не знаю, как можно жить, это все тело тебя подтягивает, руки массажиста не заменит ничто, ни один аппарат, а, вот еще какой секрет я вам расскажу, очень классная штука, тоже относительно недорогая, можно вообще в бане, вот, на красной пресне 1000 рублей стоило, вот, а, например, у меня в салоне, тут под домом, сенсови 5000 рублей, да, то есть везде по-разному, где-то за 7000, где-то за 3 есть, да, но я точно знаю, что можно найти за недорого, как это называется, гидромассаж, гидромассаж, гидро, по-моему, так оно называется, гидромассаж, это берут шланг с очень сильным напором, тебе фигарит по всем всем проблемным зонам, где-то делается минут 30-40, вот, в воде в ванной, с очень сильным напором, и шланг тебе делают гидромассаж, очень круто разбивает целлюлит, убирает жир, там очень сильный напор, и я в свое время, там, после беременности, перед летом делала, действительно уходят сантиметры, и действительно уходит целлюлит, очень крутая штука, гидромассаж. То есть от целлюлита можно только так избавиться? Сейчас прошу. Ну, от целлюлита изначально не надо жрать хлеб, я не ем белый хлеб, например, там, то есть я могу себе во Франции позволить, круассан, если я во Франции, да, но так вот, априори, generally, я не ем белый хлеб. Или есть сладкое. Ограничьтесь там одной конфеткой, если вы там очень сильно любите сладкое, ограничьтесь одной конфеткой в день, желательно в дневное время, да, я не ем сладкое, поэтому целлюлита изначально нету, и я очень много занимаюсь спортом, обязательно, вот, если вы уже допустили целлюлит, то да, очень круто работает гидромассаж, очень, этот LPG тоже крутая тема, я делала после беременности, но гидра это вообще бомба, и руки массажиста, обязательно, руки массажиста не заменят ничто, девочки. Сколько нужно сделать процедур гидромассажа? Смотря какая у вас стадия запущенности, ну, обычно все делают сеансами по 10 раз, и массажиста, я вот помню, я своего массажиста после беременности взяла, и прям специально на вкус такого серьезного антицеллюлита поставила, антицеллюлит себе запрограммировала, приходил 10 раз через день, и действительно ушел и объем, и целлюлит, вот, обычно любые процедуры, любой курс берут минимум на 10 раз. Девушка пишет, Даша, что у тебя очень красивые свои волосы, а вот у нее они стоят пушатся, в общем-то. Может быть, есть какие-то маски или сыворотки для этого? Есть маски, есть сыворотки, вот я вам говорю, вот это вот масло, Moroccan oil, оно очень классно питывает волосы, особенно разрушенные волосы. Вот у меня кудрявые волосы, такой структуры, вообще это называется baby hair, baby hair, ну, детские волосы, они такие, достаточно тоненькие и легкие, неплотные, ненапитанные, понимаете? Поэтому надо подобрать шампунь, который именно лечащий, увлажняющий, который будет реструктурировать ваш волос, напитывать, раз у вас такая проблема. И вот это масло, Moroccan oil, оно нормальных денег стоит, никаких-то там сумасшедших. Каждый день тогда мажьте этим маслом, после мытья. Ну, я вообще без этого масла жить не могу. Я всегда мажу концы, и так чуть-чуть вот, даже немножечко, и не только концы, и они так хорошо ложатся, и напитываются. Вообще, вот все, что сохнет, волосы, кожу, голова, жопа, неважно, надо все сразу мазать маслами. Маслами. Так, а ты скажешь людям, где можно купить Биологик? Вы знаете, у меня всегда очень разные каналы, вы как заметили, у меня вообще профессиональные объемы сумасшедшие, такие объемы не продаются в салонах, вот, поэтому у меня по разным каналам, я всегда нахожу профессиональные объемы. Надо писать в личку, я думаю. Да, пишите по этому вопросу у меня в личку, сейчас я нашла один канал, но он сейчас тоже закрыт, в связи с карантином. я пользуюсь своими запасами. Так, вопрос тут был, все уже ухо... А, Даша, скажи, пожалуйста, если в один день ты делаешь гидромассаж в бане, можешь ли ты потом вызвать массажиста себе? На следующий день, да. В один и тот же день это не нужно, это глупо. Много, да? Много, конечно. Потом надо коже дать восстановиться. И лимфомассаж у вас происходит, когда вам делают гидро, это же не только верхние слои, там, кожа и жир, это и лимфоток у вас сразу, моментально весь возбуждается. Дайте организму отдохнуть, прийти в себя. Зачем два раза в день делать массаж? Ну ладно, на следующий день. Ни одна девушка, кстати, после тебя стала уже использовать эту косметику. Да, девочки, это маст хэв. Я даже свою домработницу Марьяну на него подсадила. Я это всем даю, всем. То есть, элементарно, даже человек, да даже мужчинам это нужно. Это вот любому мужчине вот надо подобрать в крем самый простой, дешевый, вот ведь жидерн, пожалуйста, на дрожжах, тоник, и больше ничего не надо, если у вас действительно там не разгуляй, но нога, разойдись рука, да, по финансам. Но, блядь, для себя, любимой, надо обязательно позволить. Это должно быть вперед любых платьев, сапогов и трусов. Это ваше лицо. Как можно себя настолько не любить, что, блядь, не позволять себе купить банку и там бутылочку там за 4 тысячи рублей на полгода крема хватит, если растягивать. Это обязательно, девочки, крем и тоник, это вот must have. Все остальные приблуды, это уже там, если по возможности. Но это даже вот мужику полезно, это очень круто. Моментально кожа меняется. Так, Даша, скажи, пожалуйста, впечатление от этого ваше губ, как он сходит и с какой периодичностью его нужно обновлять. Секретики, точно, девочки, сижу перед вами абсолютно ненакрашенная. Как я остаюсь такой красивой и охуенной, ненакрашенная. И утром я просыпаюсь, понимаете, в постели, и я классная, лицо на мне есть. Вот вам секрет, которым почему-то люди не пользуются и женщины как-то почему-то не помнят об этом. есть элементарная краска для ресниц и пробей. Если вы находитесь на солнце и они выгорают, то вы просто обязаны это делать. Если вы находитесь в городе, у вас ничего не выгорает, то хотя бы там раз в полгода, раз в три месяца можно элементарно подкрасить реснички. Даже ты сама дома можешь это сделать, попросить, чтобы кто-то тебе это сделал. Красите, вот я сейчас подкрасила ресницы краской, это вот мне сейчас свежак. Вот, хватает на месяц, два, три, в зависимости от того, на солнце, или нет. В любое время дня и ночи ты проснулась, ты пришла, у тебя черные ресницы, ты всегда с красивыми глазами. Девочки, ну куда проще, блядь, за 100 рублей купить себе краску для ресниц. И вы всегда будете свежей и с яркими глазами. Это очень важно. И, конечно, большую роль на лице играют брови. Действительно, брови это очень важно. И мне повезло, мне повезло, что я в детстве не выщипала себе брови, как моя мама в тонкие ниточки, тогда это было модно. Я действительно сохранила свои соболиновые брови, они у меня не татуированы, не крашены, просто свои брови. Но у кого не такие брови, девочки, можно тоже красить брови, просто их подкрашивать, и они у вас будут всегда яркими. Значит, у кого там какая-то беда с бровями, сделайте татуаж. Это крутой выход из-за ситуации. В наше время вы можете нарисовать себе любые брови, при их полном отсутствии, сделать красивую форму. Есть вот этот вот вариант, когда делают напыление, когда кажется, что это волосинки, как-то это называется микроблейдинг, что ли. Вот. Только надо найти хорошего мастера, потому что очень много испорченных, конечно, бровей. Сделайте себе красивые брови, нататуируйте их, и у вас будет абсолютно другое, свежее, красивое, такое холеное, богатое выражение лица, потому что брови значит много, действительно. Вот. Татуаж глаз. Я против татуажа глаз, потому что он старый, он придает возраст. Если вы на море выходите из воды и хочется казаться, вернее, выглядеть молодой нимфеткой, да, с которой вот сошла вода и на вас ничего нет, только веснушки и красивая загорелая кожа, ну, у вас, блядь, татуаж, не смываемый уже, ничем никогда. Любой мужчина, даже не разбирающийся, все равно видит, что у вас какая-то накрашенность произошла. Вот. Какой бы он был красивый, незаметный, и даже с распылением, если все, все равно татуаж глаз, он взрослит. И он делает постоянное ощущение накрашенности. Я к этому не готова. Я люблю быть иногда абсолютно голой, так сказать, не накрашенной, натуральной, особенно на море, когда ничего, кроме красивой загорелой кожи и белых зубов тебе не нужно. Вот где я за татуаж, причем вот в обязательном, так сказать, порядке, это губы. У кого свои яркие, сочные, хорошие губы, не надо. Вот. Но у меня верхняя губа очень маленькая была. У меня вообще губы у отца достаточно такой, у меня скромненький ротик был. Вот. Как я увеличила свои губы? Я сделала просто татуаж. Надо сказать, что еще во времена Бонни, Ебони, вот, тогда был очень хороший мастер. Он, к сожалению, я бы вам всем бы его дала, его нету больше в живых. Он очень круто татуировал девчонкам, но им он делал и брови, и губы, и глаза. Вот. Я сделала только губы. Чем очень несказанно рада и довольна, то был очень классный мастер. Он подбирает такой незаметно пастельный классный цвет, и вроде бы у тебя все время яркие и сочные губы, а вроде бы ты единокрашена вообще. Это к тому, что с утра ты встаешь с любого перепоя, а у тебя глаза, ресницы черные, потому что ты их покрасила черной краской, и каким бы алкоголем они не были бы слеплены, у тебя все равно глаза на месте, черные ресницы. И всегда красивый, сочный, секси-рот. Как я вот говорю, свисток, свисток, он должен быть всегда в рабочей форме. Какая-то моя знакомая так сказала. О, пять секунд! Девчонки, ну это был самый главный секрет. Чтобы рот был красивый, сочный, это хороший татуаж и накрашенные реснички. Будьте красавицами всегда!